Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, скорее всего, это последний ролик футболистов через 5 лет. Потому что, мне кажется, что уже из себя она все соки выжила, да и по просмотрам не сильно заходит. Поэтому сегодня такую жирную точку мы ставим футболистов через 5 лет. Скорее всего, больше уже не будет. Будут добьем там пару выпусков еще Лиги через 5 лет. И на этом мы завершим, скорее всего, вообще вот эту уже симуляцию и смотрение на результаты игроков через 5 лет. Ну что же, переходите по ссылке в описании в группу ВКонтакте. Там всякие анонсы к роликам, так что вы будете узнавать о них первыми. Но, давайте начинать. Итак, закончился первый сезон за Эдена Азара. Челси стали чемпионами Англии. Суперкубок Англии выиграл Челси, обыграв Арсенал со счетом 1-0. Кубок Англии выиграл Манчестер Рюнайтед, обыграв в финале Ливерпуль со счетом 3-2. Кубок Лиги Англии выиграл снова Манчестер Рюнайтед и снова обыграв в финале Ливерпуль. Лигу чемпионов выиграл Манчестер Рюнайтед, обыграв в финале Тоттенхэм со счетом 1-0. Челси вылетели в 1-8 от Баруси Дорнон со счетом 4-3. Лигу Европы выиграла Рома, обыграв по пенальти Спортинг. На чемпионате мира 2018 года сборная Бельгии коллектировалась в первой строчке. На чемпионате мира в Грубиджи Бельгия вышла в тылов вместе со сборной Коди Вуана. В 1-8 обыграли финнов, в четверть в финале уже проиграли испанцев, которые стали чемпионами мира. В конце второй сезон за Атзара, Челси занял 8 строчку, чемпионом стал Мэнчелл Селенайк. Супер Кубок Англии выиграл Мэнчестер, обыграв по пенальти Челси. Кубок Англии выиграл Челси, обыграв по пенальти Солнце со счетом 3-0. Кубок Лиги Англии выиграл Сток Сити, обыграв Локингел Форрес со счетом 3-1. Супер Кубок Европы выиграл Мэнчестер, обыграв Рома со счетом 3-1. Лигу Чемпионов выиграл Мэнчестер и Унайти, снова обыграв по пенальти Солнце со счетом 2-1. В Челси вылетели в четверть финале, вот на части в Сити со счетом 4-1. Лига Европы выиграла Ливерпуль, обыграв финале Интер со счетом 2-1. Докончился третий сезон за Азара и Барселона заняла третью строчку, чемпионом стал Мадридский Реал. Суперкубок Испании выиграла Барселона. Кубок Испании выиграла Барселона, обыграв Реал Бетти со счетом 3-1. Суперкубок Европы выиграл Манчестер и Недед, обыграв Ливерпуль со счетом 2-0. Лигу чемпионов выиграет снова уже Манчестер и Недед, обыгрывая только Реал со счетом 2-1. Барселона вылетела в 1-8 от Ливерпуля со счетом 3-2. И Лигу Европы выиграла Лонбеки Челси, откуда ушел в прошлом году Эден Азара, обыграв Лавку со счетом 2-0. На чемпионате Европы 2020 года сборная береги коллекцировалась с первой строчки. На чемпионате Европы берегицы вышли со второй строчки в плей-офф, с первой вышли французы. И берегицы уже в четверть финала проигрывают голландцам, ну а чемпионами Европы стали французы, которые обыграли датчан в финале с счетом 2-0. Закончил четверть финал заеда Назара, Мадридс Креал, вверх второй строчек в Барселоне стал чемпионом. Супер Кубок Испании за Барселону. Кубок Испании выиграла Барселону, обыграв финальный Реал с счетом 2-1. Супер Кубок Европы выиграл Манчестер и Метод, обыграв Честер с счетом 2-1. Ну а лидий чемпионов выбежали наконец в другой клуб, но кто же из Манчестера, это Манчестер Сити, обыграв Ливерпульс Метод с счетом 2-0. Мадридс Креал вылетел в 2-8 от будущего обладателя Лиги Чемпионов, от Манчестер Сити с счетом 3-1. Лигную группу выиграла Севилья, обыграв Барселону, обыграв с счетом 1-0. Закончится последний такт в сезону Зазара, Манчестер на 3-й строчек в чемпионах Солуэстер. Кубок Англии выиграл Свангентон, обыграв Рассветман со счетом 1-0. Кубок Лиди Англии выиграл Селси, обыграв Лоперс со счетом 1-0. Манчестер Сити выиграл С efecto Кубок Европы, обыграв Сибирь со счетом 3-0. Лига Чемпионов выбивал Мандридск Реал, обыграв финалеBLE Лигу с счетом 3-1. Манчестер на 5 вылетел в С kicks расчет с счетом 3-2. Лига Чемпионов Европы выбил Шальки, обыграв Бенериал со счетом 2-0. На чемпионате мира до 2022 года сборная Береги вышла в первой строчке вместе со сборной УРУ-2. В 1-8-й вберегите по пенальти обыграли голландов, но уже в 4-й финале тоже по пенальти проиграли бразильцы. Через 1-й мере остались менты, которые обыграли танцевать с счетом 1-0. Субтитры сделал DimaTorzok Ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. С вами был Андрей Хорик и канал Футболта Жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.